Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Легенды Тамани. В минувшие выходные в музее под открытым небом состоялся краевой фестиваль. Служба статистики отмечает снижение цен в сентябре на продовольственные товары. Болеем за наших ребят. Юные футболисты представят Анапу на Всероссийском фестивале, который открылся на курорте. В Анапе подвели итоги юбилейного киношока. Открытый фестиваль киностран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии проходил в нашем городе уже в 25-й раз. В юбилейный конкурс «Полного метра» вошли фильмы режиссеров, которые становились лауреатами киношока в разные годы. Посетили фестиваль Алла Демидова, Иенни Нидзе, Александр Самойленко, Николай Досталь, Владимир Мирзоев и другие. Приз за лучшую мужскую роль получили сразу два актера – Тимофей Трибунцев и Йозас Бутрайтис. Гран-при фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм вручили продюсерам Серегу Абишеву и Ольге Хлащевой. Фильм «Чума в ауле Каратас». В номинации «ТВ-шок», где победитель определяется зрительским голосованием, первое место заняла картина «Найти мужа Дарьи Климовой» режиссера Ивана Мережко. В минувшие выходные «Станица Тамань» встречала гостей и участников фестиваля «Легенды Тамани». Кипела жизнь на Анапском подворье и виноделы Ильи Небалыголова. Гостей было не счесть. С особым волнением встречали главных – губернатора Кубани и мэра Анапы. Вениамин Кондратцев вместе с Сергеем Сергеевым угостились хлебосольным караваем, свежевыжатым на ручном прессе виноградным соком и послушали дорогие сердцу казачьи песни. Славится Кубань своими песнями, своими мастерами-виноделами, людьми творческими и одаренными. Анапское подворье негласно – центр притяжения гостей в «Станице Тамань». Многие приезжают сюда не впервые и обязательно заглядывают к анапчанам. «Мы как узнали, что здесь праздник, все дела свои побросали. И вот с утра здесь. Очень нравится». Полна хата людей, так и счастлива в ней. Ольга Яковлева, директор Дома культуры поселка Пятихатки, с удовольствием встречает многочисленных посетителей на пороге казачьей хаты. И очень просит не трогать экспонаты руками. «Просто я помню, как я лежал в такой печке. Все хотят заеленуть на нашу печку». Воспоминания нахлынули. Разве удержишься, когда сам все детство провел на таких палатях? «Раньше было во всех деревнях, у бабушек, даже у родителей было моих, и у прадеда. Приезжали, с него походишь, туда залезешь, тепло, хорошо. И спали там, и было очень классно. Не то, что сейчас. Везде батареи газовые. Хлеб вытаскивали оттуда, горячий, борщ. Объедение мы никогда не ели». Настроение создают наши творческие коллективы. «Любава», «Кана», «Шума» и «Зарница». Народный хоровой коллектив Дома культуры села Юровка. Аккордеонист Игорь Виеру. Искренние улыбки, пронзительные голоса. Секрет успеха прост в любви к родной земле. «Я люблю то место, где я живу. Я живу в хуторе Чекон. Я заведующая Домом культуры. Я люблю свою работу. Мне нравится ездить на Атамань. Мне нравится петь кубанские песни. Я очень люблю кубанский край. И я это передаю своим детям. Я занимаюсь любимым делом. Я счастлива». Губернатор Кубани Вениамина Кондратьева и главу курорта Сергея Сергеева на Анапском подворье ждали с особыми чувствами. Дорогих гостей встречают и бокал знаменитого анапского вина подносят. «Жила на вас!» «Жила на вас!» «Жила на вас!» «Наш дорогой Кондратьев!» «Жила на вас!» «Спасибо, спасибо!» «С праздником, дорогой!» «А теперь проходите, мы собрали отличный урожай!» «А она тоже балакает, да?» «Она большую дорогу, келька балакает!» «Наши хлопцы собрали, как и урожай, и он давляет уже новое вино!» «Гевчата топчут!» Выставка достижений наших виноделов уже привычный на Анапском подворье элемент. Нам есть чем гордиться. Дипломы международных и всероссийских конкурсов завоевали винодельческие хозяйства Валерия Асланова, Ивана Каракизиди, Владимирская усадьба, виноградники Гайкадзора. Есть свой особый сорт. «Наш вот бренд, так можно говорить, красностоп Азос, который завоевал на международных выставках золотые медали, которые сейчас в наших хозяйствах, хозяйство Тамани, Фанагория, выращивают наш сорт красностоп Азос, и из него уже изготавливают перспективное красное вино. Гуляния в станице продолжались в течение всего дня. Мастер-классы, концерты на подворьях, угощения – все, чем славится Атамань. На Кубани инфляция в сентябре приостановила свой рост. Об этом сообщает служба статистики. По данным специалистов, в августе стоимость продуктов снизилась в среднем на полпроцента по сравнению с июлем. Больше всего подешевели овощи и фрукты. Помидоры упали в цене на 30%, морковь – на 20%. Капуста, картофель, яблоки, виноград и свекла – на 10%. Рыба и апельсины подорожали приблизительно на 5%. Незначительно увеличилась также стоимость непродовольственных товаров и услуг. Футбольные команды из детской юношеской спортивной школы номер один, а также клуба «Витязь» представят Анапу на всероссийском фестивале «Большие звезды светят малым», который открылся в городе-курорте. Мероприятие проводит детская футбольная лига при поддержке игроков и тренеров, ведущих команд России. Организаторы говорят, что в этом году они побили собственный рекорд. Отборочные туры проходили в 55 городах. В них приняли участие более 400 детских и юношеских команд. Из них 64 примут участие в финальной части. Соревнования будут проходить в Анапе и Новороссийске по 17 сентября включительно. Первый вопрос. Купались сегодня? Да! Спасибо Анапе. Это город-здравница детская, наша главная в России. Большое спасибо администрации города Анапы. Мы благодарим за поддержку в проведении нашего финального турнира. В первую очередь мам-пап руководителей спортивных школ и клубов. Всех-всех, кто помог вам, ребятишки, приехать сюда, чтобы показать свое мастерство, поиграть, отдохнуть, набраться сил и вернуться учиться в школу. Ничего не сделаешь. А на следующий год мы опять с вами здесь соберемся. Порядка 4 тысяч ребят со всей страны примут участие во всероссийских юношеских играх боевых искусств. Они проводятся в девятый раз, и за это время число участников увеличилось в два с половиной раза. Будет разыграно более 700 комплектов наград в 22 дисциплинах. Многими из них занимаются, в том числе и в Анапе. Есть боевые искусства, которые только набирают популярность. Разоблачение бойца кендо – целый ритуал. Как пояснил Лев Волик, с одной стороны, дело в дисциплине, с другой – в уважении к оружию и доспехам. В современном виде искусство «путь меча» – так название переводится на русский с японского языка – существует с конца 19 века. Однако корни уходят к самурайскому прошлому. По словам бойца, именно это и привлекло на первом этапе. «Приехали люди с Одиностока, начали показывать. И ко мне подошел потом инструктор и спросил, ну, дал мне поддержать катану. Я такой, ну, конечно, давайте подержу. И сказал, ну, мне понравилось. Он говорит, ну, приходи на тренировки на следующий день. Я говорю, с радостью». Привлекло еще то, что вид самурайский, то есть это все с древних времен пошло. Грациозность и вот эта вот вся красота этого вида спорта, то есть вот эти шлема, доспехи. В итоге антураж отошел на второй план. На первом – тренировка духа. Пожалуй, так можно сказать про любой вид единоборств. Капоэйра. То, что выглядит как танец, на самом деле – серии хитрых подсечек и коварных ударов. Всего на девятых всероссийских юношеских играх боевых искусств представлено 22 направления. В Анапе уже побывали или побывают более 4 тысяч юношей девушек практически со всех регионов России. Страсти кипели нешуточные. Медали бойцам Киоко Синкай, финалистам турнира, вручил вице-премьер правительства России, сопредседатель Российского союза боевых искусств Юрий Трутнев. По его словам, одна из основных целей проведения подобных соревнований – воспитание лучших качеств у подрастающего поколения. «Привезти детей в Анапу раз в год на соревнованиях, мне кажется, это здорово. Пусть они море посмотрят, покупаются. Принимают нас здесь хорошо. Они, игры уже прижились в Анапе. Я думаю, что мы ничего менять здесь не будем». Анапа – уже традиционное место проведения турнира. Как говорят в городской администрации, город-курорт готов к приему соревнований такого уровня. «Прекрасная база, то, что сегодня мы способны обеспечить безопасность, то, что мы есть где разместить детишек. Построено было многофункциональный комплекс спортивный. Никогда же его не было. По сути дела, 243 миллиона было потрачено на его строительство. Такого комплекса не было. 26 было спортивных, многофункциональных построенных площадок. Вот за последние годы тоже мы построили очень много, благодаря усилиям главы муниципального образования Сергея Павловича Сергеева, который придает особое значение развитию физической культуры и спорта». В приветственной телеграмме глава Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал событие знаковым и ценным, как часть системы развития детского и юношеского спорта. Это джиу-джитсу в синем углу ринга. Кирилл Киселев, он из Тверской области, и с 14-7 лет занимается единоборствами. Говорит, что волнение было, но оно уходит с началом первого боя. В итоге золото турнира, достаточно важное в его карьере. «Поскольку это все российский турнир, у него съехала Россия вся. Первая, это очень почетная, кстати». Игры продлятся до конца этой недели. Будет разыграно в общей сложности 700 комплектов наград. Субботним вечером 10 сентября трагически оборвалась жизнь нашей коллеги, профессионального журналиста Натальи Замызговой. Она подарила нам два года невероятно доброго и позитивного общения, и мы все еще не можем смириться с тем, что произошло. Мы помним ее доброжелательной, трудолюбивой, целеустремленной. Она была как лучистое солнце, такой и останется в наших сердцах. Наташа окончила Омский государственный университет, приехала в Анапу, к морю, имея за плечами богатый опыт работы в СМИ и администрации города. Привлекательная, с обворожительной улыбкой она очень быстро стала счастливой анапчанкой, ибо работая в новостной команде, легко находила информационные поводы для сюжетов, а главное интересных людей, которые с удовольствием открывали ей свои творческие и профессиональные секреты. Ее любила телевизионная камера, и с любых ракурсов операторам снимать Наташу было просто, но ей хотелось не себя показывать в кадре, а людей с интересными судьбами. Встречи с ними были ее безусловной удачей. Так родилась программа «Сторона родная». Нет ничего приятнее глазу, чем родные пейзажи. Для каждого из нас малая родина – это самое любимое место, куда всегда хочется вернуться. В программе «Сторона родная» мы расскажем о том, чем живут населенные пункты муниципального образования город-курорт Анапа, об интересных событиях, людях, красивых местах и достопримечательностях. Давно никто так не снимал хутора Анапы. Каждый кадр наполнен любовью к жителям, историей сельского округа. Теплело на сердце от той красоты, которую удавалось открыть Наташе вместе с операторами и монтажерами, которые под ее требовательными замечаниями случалось переснимали натуру по нескольку раз. Она очень много успевала на студии и бывало становилась в одном лице и корреспондентом, и редактором, и телеведущей. Уставала, конечно, но на солнечную улыбку никогда не скупилась, создавая вокруг себя настроение праздника. Солнце все меняет вокруг. Солнечный четверг, который обещают нам синоптики, залог хорошего настроения и самочувствия. И даже в маленьком погодном сюжете она сопереживала людям, ощущающим погодные катаклизмы. Будьте осторожны на дорогах и городских улицах. Сегодня эти слова нам кажутся роковыми. Несправедливо, когда погибают молодые и талантливые. Она была нам и коллегой, и другом. Когда Наташа уходила в корпоративный центр оздоровления Сибур-Юг, мы знали, что ее талант украсит новую работу. Грустили по поводу ее перехода, но знали, что нас всегда ждет встречи с ней. Сегодня мы знаем, что она ушла от нас навсегда. Хороший человек, искренний журналист, любящий город Анапчанка. Она оставила в нем свой след короткой, но такой яркой и солнечной судьбой. Коллектив телерадиокомпании «Анапа-регион» приносит соболезнования родным и близким погибшей. Проститься с Натальей все желающие смогут завтра с 12 до 13 часов по адресу Станица Гостогаевская, улица Украинская, дом 42В. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю до 14 сентября ожидается пожароопасность 4-го и 5-го класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям и гостям города-курорта, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь до встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова